Русский ум, своеначальный, жадный ум, как пламень русский ум опасен, так он не удержим, так ясен, так весел он, так убрил. Русский ум, своеначальный, жадный ум, как пламень русский ум опасен, так он неудержим, так ясен, так весел он, так убрил, пока четыре строчки, всего четыре. Как они зафимованы, давайте попробуем. Через две строчки. Так, это опоясающая рифмовка, не реактивация, да? Опасен ясен. Опасен, ясен, убрил. Почему я пишу большие и маленькие? А мужская рифма, да? Правда? Это женская, это женская, и это снова мужская. Где Вадим Ильич? Это же четырехстопные ямы. Это нормальный четырехстопный ямы. Не волнуйтесь, тут никаких метрических сложностей не будет. Это действительно четырехстопный ямы. Значит, наверное, прослушайте. Я постараюсь уписать вторые четыре строчки вот здесь. Подробный в стрелке неуклонный. Он видит полюс, сыпь и муть. Он в жизни гриозы отвлеченной. Гриоза отвлеченная, это как? Мечта. Некая мечта, да? Угливый в воле скажет путь. Что пока у нас получилось? Известно о русском мире. Давайте разбираться с содержанием. Первый мы уже определились, правда? Своеначальный, это как? У него есть некое свое... Начало. Начало, то есть как? Своеначальный. Он самобытный, да? Жадный, это как жадный ум. Он все захватывает, это как жадный ум. Применение куму. Все, что поменяет. Он запоминает, что он запоминает. Так, что он берет, что он запоминает, согласно нам. Еще. Как пламени русский ум опасен. Так, он не удержим. Как пламя, так ясен, так веселый, и так углю. Веселый углю, это антоним, правда? Он одновременно оказывается и веселым, и каким? Угрю. Угрю. Грустным, правда? Давайте дальше. Подобные стрелки неуклонные, он видит полюс, взыбь и мусь. Мусь, это как? Повесить. На что похож? Стрелка неуклонная. Компас. Компас, конечно. Он как компас. Видит полюс, взыбь и мусь. Зыбь, это? На воде что-то такое, взыбькое, да? Правда? Да, мусь. Ну, это что-то мутное, правда? Так. Он в жизни грезы, отвлеченной угливой воле, кажет путь. Здесь странное слово, уже устаревшее совсем, да? Кажет. Кажет. Скажет. 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 Указывает, конечно, указывает. Итак, м указывает путь. Воля. Это как? Что такое воля? Воля. Воля. Свобода. Свобода. Так. Ну, как? Еще. У нас с вами тоже есть воля. Ну, пугливая. Она пугливая. Улучшательная. У некоторых. Как? У некоторых. У некоторых, может быть, да. Так. Еще. Пугливая воля. Пугливые воли кажут путь. Ну, когда-то может вариться сделать там решительный поступок? Пугливая воля, конечно, чего-то боится. Да? Бугарится. Может быть, сделать поступок. Согласен. Воля – это то, что нас движет на поступки. Правда. Давайте двигаться дальше. Нам осталась последняя строфа. Как через туманы. Через, то есть... Челезь, конечно. Как через туманы взор орлиный обслеживает прах долины. То есть взор орлиный сверху смотрит... В долину. В долину. То есть вниз. Да? В долину – это всегда долг. Там внизу. Обслеживает прав долины. То есть... В долину. Смотрит так, как будто в ореху следит сверху, вот сюда, вниз. Он здраво мыслит на земле, в мистической купаясь в угле. Совсем сложно. Совсем сложно, правда? Давайте разбираться. Он здраво мыслит о земле, в мистической купаясь в угле. Что это может значить? Мистика. Это что? Мистика. Это некая тайна. Это некая тайна самая. То есть он думает о тайнах, но при этом здраво мыслит о земле. То есть совсем не о небесных тайнах. Не о мистике, правда? Мистическими всегда таинственными. Мы немножко отвлеклись от наших с вами строф. Здесь было зарегиумовано так. Во второй характер как? Подобные стрелки неуклонные, то есть... Он видит полюс, взыбь и мурс. Давайте сами. Большая. Маленькая. Маленькая. Так, отлично. Большая. 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 Ссор орлиный. Да, там же скольку. Да, б. Дальвины. Опять, а. Опять, а. Он здраво. В. Майкэ. Майкэ, б. Майкэ, б. Еще и майкэ, б. Б. Перед нами довольно сложные стихи. Разобрались ли мы с содержанием? Да. Итак, автор пытается определить, что такое ум. Русский, извините. Да? Да. Итак, он жадный, он своеначальный, он как пламя пожирает все. Он неудержим, он ясен, он весел, он умрюм, он может. Как компас различить что-то в зылье и мутии. То есть, опять-таки, он ясен, да? Он может здраво мыслить о земле, мистической купаясь в мире. Это как? Давайте еще раз поговорим. Попаясь в мистической темноте. Находясь в тенисной темноте. То есть, он может о чем-то вполне трезво думать и при этом возноситься в какие-то глубины, да? Потому что мистика всегда тайна. Ну да. Тайна, глубина. Так, хорошо. Автор этого стихотворения Вячеслав Иванов. Он прожил очень глубоко. 1866-1949. 18 года. Так, что? 18 года. Стихи, которые я вам сейчас процитировал, написаны в 1890 году. Давным-давно, да? 1890. 24 года. 1890. Вячеслав Иванов. Замечательный русский поэт. Сложный, трудный. Вы можете его почитать. Но я вас уверен. Вы сразу поймете не все. Ничего страшного в этом нет. Иванов очень любил античность. Он прекрасно знал эмбрилические, прекрасно знал латынки, переводил с них. Во второй половине жизни Вячеслав Иванов уехал в командировку в Италию. И так там и остался. Хотя он долгое время считался советским гражданином. Тем не менее, да, в 1922 году он уехал в командировку, еще раз вспоминаю, в Италию. И так там и задержался. До самой смерти своей. То есть он в Северном 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 Севере не был? Была лада с ромбятовой? Нет. Он считался действительно советским гражданином. Он исправно ходил продлевать паспорт свой, советский, до 1939 года. Да, потом началась война, помните? Он прожил в Италии. Не могу сказать, что совсем не мешало. Конечно, мешало. Ну, он перешел войну, видите. И так в Риме и прожил до конца жизни. Вячеслав Северный 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 С Вот такое странное стихотворение. Давайте еще раз его попытаемся вглядеться. Как вы думаете, зачем Иванов здесь пишет такую страфу, здесь такую, а в финале совсем-совсем другое. Возможно, чтобы показать все виды ритма, и то тут же, и каждая страфа со своим видом ритма. Так, то есть, чтобы показать все виды, чтобы исчерпать, да, все возможные комбинации. Правда? Да. Да. Что-то вы понимаете. Мы можем перекрестить. Итак, здесь у нас ритмовка с вами охватная или опоясывающая. Понятно, почему опоясывающая? Да, потому что две... Она же пояс. Окончание, а опоясывают два уникальна. Почему охватная? Потому что она как будто охватывает. Здесь у нас с вами ритмовка. Знаменитая ритмовка. Перекресты. А здесь парная. Самый примитивный вид. Ну как бы. Вот теперь давайте посмотрим. Судя по содержанию. Что легче воспринимается? Легче, извините, наверное, парная. Прекрестная. Парная. Прекрестная. Прекрестная. Парная. Парная ритма. Парная ритма. Парная ритма. Я не знаю, что там, что у девчонки можно. Привычнее, не перекрестная. Самое привычное, это, конечно, перекрестная. Самое легко ожидаемое, это парная. Мы ожидаем ритму в следующей строчке. Самое сложное с точки зрения восприятия. Это, конечно, охватно. Другое дело с нашим содержанием. У нас здесь как устроено содержание? Я предупреждал стихи друг. Если вы вздумите читать Вячеслава Иванова, не ждите легкости. Вопрос. Давайте проще. Можно ли стихотворение продолжить? Да, я не знаю. Ну, в общем-то, любое стихотворение всегда на верное можно продолжить. Попробуем. Что тогда там должно быть дальше? Условно говоря, какая рифовка? Это может, основное охватное, перекрестное охватное. Так? Повторить, то есть охватное, перекрестное охватное. Можно повторить. Можно повторить еще раз, да? Еще раз охватное, еще раз перекрестное, еще раз парное. Возможно. Еще. Можно парное, перекрестное, похватное. Можно повторить, наверное, оборвать, да? Почему бы и нет? И тогда у нас будет симметрия. Своеобразная, да? Сначала парное, потом перекрестное, потом снова охватное. Содержание. Все понятно? Да. Точно все? Да. Конечно. Конечно, Вячеслав Иванов использует разные виды рифовки не случайно. Ему это зачем-то нужно. Сначала дать, условно говоря, самую сложную. Ну, да, и самую сложную. Ну, действительно, она на слух сложнее всего воспринимается. Дальше дать обычную. Та, что на слух воспринимается проще. И дальше дать. Та, что на слух воспринимается... Легче всего. Совсем просто. Легче всего. Другое дело, что в нашем сквале стихии самый частый явилось вот это. Да? Перегресток, помните? А, вы, а, вы. Самое-самое частое. И, конечно, на наш с вами слух она воспринимается легче всего. Привычнее всего. В отличие даже от этого. И тем более в отличие... От опоязывающих. От опоязывающих, конечно. Давайте подумаем. Насколько у нас точные рифмы. Вот еще один параметр. Точность и приблизительность. Точность и приблизительность. Ум угрюм. Вполне себе точная. Правда? Ум угрюм. Опасен ясен. Ясен. Еще. Неуклонный, отвлеченный. Привыченный. Точно. Да, точно. Путь. Путь. Точно. Точно. Орлины. Нет, победительная. Долины. Вот здесь немножечко нарушение есть. Где мы нашли это нарушение? Орлины. Если в долине. Нет. Орлины. Орлины. Но от оглашного. Но долины. Правда? Здесь йота нет. По-хорошему в точной рифме должно все за ударом с логом повторяться. Так, в земле, в угле. Ну, все хорошо. Да, конечно. Давайте подумаем, что это значит. Точная и не точная рифме. Есть разные виды точности и приблизительности. Самая точная, где у нас повторится абсолютно все. Правда? Все после последнего ударения. Все звуки. Тем не менее, рифма может быть и приблизительной. Что это значит? Когда за ударами классными повторяется не все. Это точная рифма? Сонно? Дробная? Не очень. Нет, не точная. Не точная, конечно. Что же здесь не точная? Ну? Это приблизительно, но не очень похоже. В первый взгляд. Как? На приблизительно даже не похоже на первый взгляд. Вообще на рифму не похоже. Да. То есть это... Вообще на рифму? Это очень... Согласен. Извините, это на рифму, но это очень-очень-очень-очень приблизительно. На рифму, но на рифму не похоже. Давайте вопрос в том числе возьмем. Сонный, гробный. Что здесь имеется? Сонный. Сонный, да? И здесь сонный. То есть вроде бы хорошо, но тем не менее явная непоследовательность тут есть.